Шарль Мишель приехал с необъявленным визитом в Одессу. Там глава Евросовета встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и даже спустился с ним в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Европейский лидер отметил, что еще Александр Пушкин называл Одессу европейским городом. Шарль Мишель записал видеообращение к украинцам. «Кремль хочет убить в воздух свободы и демократии, но я абсолютно убежден, что у него это не получится. Дорогие украинские друзья, я приехал в Одессу в День Европы с одним простым посланием. Вы не одни, мы с вами». Тем временем украинская армия пошла в контрнаступление под Харьковом. По данным Института по изучению войны, российские войска отступают, но не прекращают наносить по городу ракетные удары. В Москве также рассказывают о своих успехах. «Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 8 пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов с озареточением живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники». Между тем мирные жители, эвакуированные с завода «Азовсталь» в Мариуполе, добрались до подконтрольной Украине территории. Здесь, в селе Безыменное Донецкой области, для них разбили палаточный лагерь. Отсюда они должны отправиться в Запорожье.